Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем изучать книгу «Деяний». Сегодня у нас 13 глава. Для нас 13 это не является каким-то несчастливым числом, для нас наоборот нечто отрадное в том, что мы видим в содержании этой главы, потому что мы видим начало миссионерской проповеди апостола Павла, начало проповеди его вне святой земли, вне иудейского мира. И мы читаем, в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Керенеянин, и Манайл, и Росовоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савву. Вот тут ряд таких немножко непонятных нам неизвестных имен, причем Савву, скоро он станет уже Павлом, как известно нам апостол Павел. Савву упоминается самым последним, потому что он еще не имел никакого веса в церковной среде, да, вот и там, где он появлялся, его еще не особо слушали. И, во-первых, тут говорится, что были пророки и учители. Вот исторические данные это подтверждает такая известная книга «Дедахи», известная в ученой среде. «Дедахи» — это греческое название такого древнего произведения, появившегося в сиропалестинских местах. Буквально «Дедахи» — «Тон додека апостола», то есть учение 12 апостолов». И оно появилось во второй половине первого века, то есть представьте, это 60-е, где-то 70-е годы, описывается жизнь первых христианских общин, и вот там упоминаются три типа служения, то есть апостолы, пророки и учителя. Имеется в виду вот апостолы не 12 апостолов или 70, а вообще апостольское служение, такие вот странствующие миссионеры. А кроме них были еще пророки, то есть люди, христиане, которые вдохновлялись Духом Святым и буквально пророчествовали, то есть отличались прозорливостью, видели сердца человеческие, открывали будущее, то, что должно было произойти, а были еще и учители, то есть те, кто вот просто учил народ не обязательно харизматическим каким-то характером, но они разбирались в Священном Писании, обладали даром словом. И вот в Антиохии, в тамошней церкви, мы помним, что в Антиохии впервые стали называться ученики-спасители христианами, там как раз и были вот эти пророки и учители, среди них упоминается Варнава, который вам известен, а потом еще вот эти непонятные имена. Дело в том, что Лука описывает тех лиц, которые были известны христианам его времени, то есть вот в первом веке он как бы упоминает тех, кто был известен, имена их были на слуху, а для нас они уже не очень понятны, вот этот, ну Варнава мы еще как-то знаем, а вот Симеон, называемый Нигер, да, ну Нигер, то есть как бы из Нигерии, темный, чернокожий, получается вот он один из обратившихся, может быть он был когда-то празелитом, пришел в Иерусалим, и вот он обращается, и по цвету его кожи он немножко отличался. В Иерусалим, кстати, и сейчас приезжает много эфиопов, да, и в те времена в Северной Африке были, конечно, иудейские общины, и в общем взаимосвязи были с Северной Африкой, но упоминается еще, кстати, вот тут же Луций Керенеянин, и Луций Керенеянин, он недалеко от Симеона Нигера, почему? Потому что Керенеянин по имени Керенея, не надо путать с Кереной, Керена она на Кипре, а Керенея это как раз вот рядом с Ливией, точнее одна из провинций Ливии, как раз вот север Африки, и в Керенее, хотя это была тоже как бы эллинизированная среда, там была большая иудейская община, примерно четверть жителей, вот они приезжали в Иерусалим, некоторые из них уже обратились при проповеди Петра в день Пятидесятницы, может быть как раз вот этот Луций Керенеянин, вот, то есть мы видим среди учителей первохристианских самых разных людей, самых разных мест, но теперь они в Антиохии, и вот там, кстати, упоминается, вот это интересно, Манаил совоспитанник Ирода, четвертовластник, вот представляете себе, то есть совоспитанник, они вместе воспитывались, причем Ирод в данном случае имеется в виду Ирод Антипа, сын Ирода Великого, того самого злостного, да, гонителя, который вифлеемских младенцев поубивал, и вот сын его, Ирод Антипа, он воспитывался вместе с Манаилом, совоспитанником его, да, но поглядите, воспитывались вместе, а какая разная судьба, и поэтому, конечно, воспитание это хорошо, но каждый человек остается такой неповторимой личностью, и он воспитание, вот, которое предлагается ему, он по-своему может применить, как и образование, которое ему дают, поэтому бывает, вот, хочешь, не хочешь, конечно, мы пытаемся, но дети, все они вырастают по-разному, они формируются, в том числе, исходя вот из своих глубинных личностных выражений себя, из самовыражений своей личности, и вот Ирод Антипа, он был, конечно же, против Христа, а вот совоспитанник Манаил, он стал даже пророком, одним из первых христианских пророков, и так вот они все вместе в Антиохии, вместе с Савлом, и дальше читаем, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их, тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Во-первых, тут упоминается, что они служили Господу и постились, там под служением, там термин литургия, литургическое служение, то есть они совершали богослужение, оно сопровождалось постом, как спасители, в общем-то, и завещал, противостоять темным силам молитвы и постом, да, и вот в этом таком вот чистом богослужебном служении их сердца, они наиболее открываются небесам, да, Духу Святому, и Дух Святой дает им откровение, что он говорит, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. А какому дело? Это к делу миссионерской проповеди. Чуть погодя, мы это увидимся. Причем Варнава еще стоит на первом месте, Савл, он на вторых позициях, он еще не обучился до конца проповеди христианской, в нем еще не раскрылись все черты христианского лидера. Тогда они, то есть вот эти вот служители антиохийской церкви, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Конечно, нам хотелось бы видеть здесь вот явное такое как бы рукоположение, да, но у нас на самом деле мало исторических данных, обладали ли другие они епископским саном, здесь вот очень мало такого говорится об этом, ну, мало сведений просто у нас исторических, но тем не менее мы видим, что дается некоторое вот рукоположение. И впоследствии, кстати, Павел, мы знаем, он как раз вот рукополагает пресвитеров, то есть, вероятно, те, которые рукополагали их, сами уже были причастны епископскому сану, и поэтому они могли рукоположить их, вот возводя в сан высшей иерархической степени. И дальше что происходит? А дальше начинаются вот эти вот миссионерские апостольские путешествия апостола Павла, и все они чем характеризуются? Ну, три таких составляющих. Во-первых, они начинаются не самовольно, не самочинно, а именно Дух Святой открывает и призывает их на проповедь. Во-вторых, везде, куда приходит апостол Павел, как и, в общем-то, другие тоже христианские проповедники, они вначале обращаются к иудеям, пытаются им проповедовать, а потом уже идут к язычникам. И третье – это то, что как раз вот иудеи в синагогах, где им проповедовали или там еще где, они выражают неприятие христианской проповеди, отторжение чувствуется, и тогда уже вот проповедь переносится в среду язычников. Да, вот три такие составляющие. Итак, читаем про Варнаву и Савла. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селивкию, а оттуда отплыли в Кипр. Причем видим мы, что они руководимы Духом Святым. Вот мы уже говорили, что главным действующим лицом в книге Деяния является ни апостол Павел, ни там, Петр, Иоанн или другие. Главным действующим лицом является сам Святой Дух, который вдохновляет, избирает учеников, ведет их на проповедь. И вот Варнава и Савл, движимые Духом Святым, приходят в Селивкию. Селивки – это порт, где располагали всякие вот суда, да, морские, берег, восточный берег Средиземного моря, Сирийское побережье, и оттуда они отплывают в Кипр. Кипр – очень большой остров, и там читаем, и быв в Соломине, Соломин, он на самом востоке острова Кипр, то есть это вот самое-самое восточное побережье, и быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Иоанн – это евангелист Марк, Иоанн Марк, у него было двойное имя, вот он им сопутствует, причем Варнава – это его дядя, но Иоанн Марк, он, видимо, был еще очень молод, поэтому он в каком-то таком вот услужении, еще не главное такое проповедующее лицо, еще, конечно же, он не написал Евангелие свое, Евангелие от Марка, да, а проповедуют они в синагогах иудейских, как мы говорили, оттуда начинали, а дальше они идут вот по всему острову, с востока идут вот на запад, как и солнце идет, да, с востока на запад, так вот эта проповедь. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Вот удивительно, что когда Лука все это описывает, очень такие содержательные, вот немного слов, немного слов, предложения, но сколько всего здесь сказано, да, то есть, что они вот прошли весь остров до Пафа, а Паф это был главный город, да, он на западе Кипра, это место, где как раз пребывал проконсул данного острова, то есть поставленный римской властью правитель над этим островом. И что они, прежде всего, они сталкиваются вдруг с противодействием, а это Волв, человек, который увлекается всякими оккультными учениями, всякой там мистикой и пользуется всяким колдовством, ну, как бы экстрасенс такой, там он же и сказано, лжепророк, да, и, конечно же, астролог и все подобное, но при этом он был иудеянином, то есть он, видимо, вовремя смекнул, что это оккультное ремесло, оно приносит определенный доход, потому что люди очень доверчивы. Его, у него на самом деле было двойное тоже имя, ну, здесь вот, во-первых, упоминается Вар Иисус, как бы сын Иисуса, да, но непонятно, то ли это некий намек, якобы он последователь Иисуса Христа, или же там он соотносил себя с кем-то другим, как бы сын некого Иисуса, но в любом случае он был мошенник и был лжецом, лжеучителем, а находился он с проконсулом Сергием Павлом, при этом сказано, что он был муж разумный. А как же так, да, что он муж разумный, а при нем этот чародей? А очень просто, ведь проконсул еще язычник, и будучи видным таким вот язычником, богатым, он мог позволить при себе вот непосредственно находиться такому вот языческому толкователю, гадателю, потому что высокопоставленные язычники, они перед всяким делом обязательно обращались к жрецам, к волхвам, чародеям, чтобы те погадали, да, чтобы те как бы прикинули, успешное будет дело или неуспешное. И, значит, вот при вот этом проконсуле, имя его Сергий Павел, да, находился, поэтому это лже-пророк, но все-таки Сергий Павел был муж разумный, и достаточно быстро его разумность, она проявилась, об этом мы скоро узнаем. Вот мы читаем. Сей, то есть Сергий Павел, проконсул, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, то есть он заинтересовался, он не был поверхностным человеком, ну там проповедует, и ладно, а я-то что? А он вот именно призвал их к себе, да, так бы другие правители не призывали, а тут, ну представьте, сейчас нам кажется, что ну там какой-то Кипр, да, там что-то, какой-то там проконсул, на самом деле это очень высокое лицо, и чтобы в других местах проконсула призывали Варнаву и Савла, нет, вот только здесь мы это видим, и вот он пожелал услышать Слово Божие, а Елима Волвх, ибо то значит имя его, вот его собственно имя, Елима, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры, потому что он посчитал, что доход его исчезнет, он окажется как бы не при делах, если станет проконсул христианином, то, конечно же, от всякого оккультизма он отвернется, и вот он стал противиться, подговаривать там лукаво, да зачем ты их слушаешь, кто они такие появились, чего-то тут проповедуют, вот мы же давно вот обращаемся с нашими богами, вон силы тайные нам все открывают, но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, но прежде чем процитируем мы, что сказал Павел, мы отметим, что именно в этом месте Савл вдруг называется Павлом, это как бы переломный такой момент, причем имя Савл здесь упоминается последний раз в отношении него, он больше не называется так, а Павел упоминается в первый раз, и дальше он уже только Павлом будет именоваться, и было много, конечно, разных версий, да, что на самом деле вот там, он и раньше назывался Павлом, но просто вот это имя не раскрывалось, пока он не приступил к такой серьезной проповеди, кто-то говорит, что, ну, видимо, вот этот проконсул Сергий Павел, он решил как бы в знак благодарности за то, что он обрел истинную веру, он решил как бы наделить, чем-то вот одарить апостола Павла, тогда еще Савла, и, может быть, даже он его усыновил, и таким образом повышает его социальный статус, и вот он принимает имя усыновившего его проконсул Павел, вот, но, в общем-то, можно тут и так еще сказать, что Савл, он принимает на себя вот новое имя в связи с новым служением, потому что он приступает к великой проповеди среди язычников, и ведь Павел – это апостол для язычников, и вот первая его миссионерская победа значимая, она проявляется именно здесь, в чем? В том, что высокопоставленное лицо, которое отвечает за весь остров Кипр, обращается ко Христу, и вот этот вот успех миссионерской проповеди теперь отражается в имени Савла, так что он принимает вот имя вот этого Павла, как покоренного вере вот этого проконсула, и вот с этим именем, как бы вот, ну, победителя на Ниве духовной проповеди он приступает к дальнейшим трудам. Ну, это вот тоже, конечно, одна из версий, но, тем не менее, когда вот этот Сергий Павел обратился, мы, ну, тут уж явно, что это связано с обращением Сергия Павла, то Савл становится Павлом, и дальше идет и проповедует, и действительно народы покоряются, потом и правители, хотя, повторим, что нечасто правители вот так вот соглашались приглашать апостола Павла. Итак, цитируем, что сказал он? Значит, исполнившись Духа Святого, не просто так, а ведомый Духом Святым, и устремив на него, вот на этого лжеучителя взор, сказал, «О, исполнены всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды». То есть Павел, он говорит без обиняков, он говорит как есть. Ты враг Духа Святого, ты противишься Богу, даже там сын дьявола и так далее. Тот говорил, я там вар Иисус, да, сын Иисуса. Нет, ты сын дьявола, враг всякой правды. «Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот, рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг он напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Для самого Илима Волхва это было что-то невероятное. Ну, представьте себе, произнес Павел такую речь обличительную, что ты вот будешь слеп, а он и был духовно слеп. Раз ты духовно слеп, то вот пусть и телесная слепота тебя поразит, и не увидишь солнца до времени. Вот это выражение «до времени» означает, что дается некая надежда покаянию. То есть, когда вот раскаешься, то ты вновь обретешь зрение. И какое еще интересное дело, ведь вспомним, как обратился сам Павел, еще будучи Саввом, что свет его осиял, и он тоже потерял зрение, потому что он тоже был духовно слеп, он противился истине. Вот как сейчас этот Илима Волхв противится, ну, он по-своему противился, Павел по-своему противился. Господь тоже ведь поразил его слепотой. То есть, Павел лично прошел через это наказание, духовно прозрел, раскаялся, и тогда получил и телесное зрение. И поэтому он имеет право, и тем более от Бога он имеет такой, ну, как бы, вот статус, что ли, такое дарование духовное, произнести вот этот суд слепым духовно человеком. И поэтому такое чудо, наказующее чудо происходит, но чтобы до времени Илима Волхв был слеп, и тот действительно не ожидает, тот туда-сюда не может, значит, никак уже сам, нужно, чтобы кто-то водил его за руку. И, к сожалению, не приводится дальнейших сведений. Все-таки Илима Волхв, он раскаялся, обрел он зрение или нет. Просто книга Деяния, она как бы вот концентрируется очень на каких-то вот таких вот главных вещах, и в малых словах вот скрывает многое, да. И поэтому не все вот мы можем знать из особенностей той исторической эпохи, но происходит главное. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню, потому что наглядно перед ним совершилось чудо, наглядно Божья благодать проявила себя, и поэтому проконсул всецело себя вверяет в руки благодати Божией. Вот такой духовной победой завершилось миссионерское путешествие по острову Кипр, но на этом само первое миссионерское путешествие Павла не завершилось. Отплыв из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Помфилии. Это уже Малая Азия, и там в Малой Азии, там много разных областей, вот в частности Помфилии, там город Пергия прибрежный. Но тут же происходит нечто тоже вот такое, ну, как бы, может быть, и заурядное, но мы остановимся на этом внимании небольшим. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Вот по какой-то причине Иоанн Марк, евангелист Марк, оставляет своего дядю, да, оставляет Павла, возвращается в Иерусалим, и кто чего тут тоже объясняет, что то ли он вот соскучился по маме, вернулся, потому что там дом был в Иерусалиме, то ли вот он не готов был принять то, что вот теперь Павел становится первым, а дядя его, Варнава, он уже как бы на вторых ролях при Павле. Потому что действительно, теперь, если до этого Варнава и Саввы, Варнава на первом месте, а теперь Павел уже, и бывший при нем, да, упоминается, Павел на первом месте. Но как бы там ни было, Марк, он, Иоанн Марк, он еще не участвовал активно в проповеди, и поэтому он отплывает, но тем самым он перестает где-то вот помогать в услужении Варнаве и Павлу. И что-то надо было поднести, да, подать там, куда-то сходить. Вот нет человека, соответственно, лишнее время может уходить на что-то второстепенное. И впоследствии Павел, конечно, выражал недовольство этим, а Варнава он все-таки поддерживал своего племянника. Ну, как бы там ни было, так вот произошло, это чисто человеческие вещи, которые вполне естественно, не надо никого идеализировать, мы все каждый поступаем по-своему в тех или иных обстоятельствах. Что же наши проповедники? Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. Антиохия был тоже крупный город, но это не Антиохия Сирийская, из которой они отправились, а это Писидийская Антиохия, другая. И, как мы говорили, вначале идут в синагогу, а когда собирались? В день субботний, так положено. И вот они приходят, садятся. После чтения закона и пророков, то есть вначале читался закон, потом пророки, какие-то молитвы тоже произносились, вот после этого начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Это было принято, что когда приходили иудеи из других мест, особенно если они были из Иерусалима, со Святой Земли, то хотелось их послушать. Закон Божий все изучали, и могли быть мудрые люди среди вот этих путешественников, которые могли чем-то поделиться разумно, ну в любом случае нового человека послушать всегда было интересно, если вот он предложит какое-то духовное наставление. И вот Павел им и предложил это новое, весьма интересное рассуждение. Павел, встав и дав знак рукою, сказал «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». И вот он, значит, обращается прежде всего к представителям богоизбранного народа, мужи израильтяне и боящиеся Бога, а вероятно имеется в виду празелиты, из язычников, то есть те, которые обратились к Богу, отказались от язычества, они не были по кроме израильтянами, но они были боящимися Бога. И вот Павел пытается проповедовать, а это ведь он для иудеев говорит, для тех, кто был приобщен к этой вере, и здесь важна была отсылка к священной истории. Прежде чем перейти к христианству, пытаются как бы выстроить, что вот Новый Завет, он напрямую связан с Ветхим Заветом, и Ветхий Завет предуказывал Новый. И вот Павел произносит речь, но мы не будем подробно ее столковывать, мы просто вот в основном будем зачитывать. «Бог народа сего избрал отцов наших, извозвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее». То есть Павел, он, понимаете, очень возвышенно и почтительно отзывается о своем народе, о том, что Господь избрал иудейский, и вообще израильский народ, возвысил его, потому что этот народ хранил веру в единого Бога, не как язычники там, которые в обнимку с бесами. Конечно, были и язычники, которые все-таки хранили тоже веру в единого Бога, но это редкий случай, а тут целый народ, и как бы там ни был, он был ведом десницей Божией. Его, значит, вывел с земли египетской, «Около сорока лет времени питал их в пустыне, и истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их, и после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им суди до пророка Самуила». Ну, да, Самуил как бы последний судья перед царем, первым царем, то есть Саулом, а Павел, он Савлом был назван в честь царя Саула. Да, ну вот насчет хронологии, конечно, тут некоторые там, они пытаются насходить расхождение в речи Павла. На самом деле, когда вот мы читаем Иосифа Флавия, писателя того времени, иудейского писателя, то мы видим тот же самый подсчет, вот примерно тот же самый, что и Павел упоминает. Его, значит, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова». Так прошло лет сорок. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельству, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои». И вот посмотрите, как апостол Павел так вот аккуратненько проводит вот пока как бы приуготовительную такую линию в своей проповеди, изображая действия промысла Божия в израильском народе. Значит, вот он в начале там избрания народа, изведения из Египта, потом вот эти судьи, вот царь, первый не очень удачно, первый блин комом, да, потом царь Давид, и дальше, что делает дальше Павел? «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса». То есть вот он уже переходит непосредственно к проповеди евангельской, уже к Новому Завету, что действительно из потомков царя Давида, да, и Давиду было обетовано, что царство будет его стоять вечной, ангелы при рождении Христа, вот они воспевают спасителя. И было открыто, кстати, ангелам, что царств его не будет конца. Значит, перед самым явлением его, перед явлением уже народу, Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостойно развязать обувь на ногах». То есть Павел, он как раз вот подвел их вот к самому началу евангельской проповеди, и про Иоанна Крестителя кто-то из них мог уже слышать, и после этого обращается напрямую Павел, «Мужи-братья, дети рода Аврамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения всего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Вот так вот Павел пытается им доказать. И он ссылается на апостолов, как на непосредственных очевидцев. Ну, конечно, вот прямо скажу, это, конечно, не то, что мы что-то такое невероятное говорим, но вот если поставить себя на место этих иудеев, то, конечно, речь Павла, она могла где-то показаться им вот в данном месте уже несколько вот так вот загадочные, доверять ему или не доверять, да, тем более, что Павел, он, понимаете, он ссылается на апостолов, то есть на других. Не будучи сам, как бы, очевидец, вот воскресение на третий день спасителя, он ссылается, как бы, на других, вот они видели, да, а мы уже идем за ними. Но Павлу ведь явился сам Господь, Иисус Христу, при этом Павел, правда, здесь не ссылается на это, да, вот он же тоже был очевидцем, он ссылается на них, и можно подумать, что, в общем-то, иудеи, они размышляли, вот так ли это, и стоит ли верить, и сейчас мы увидим их реакцию, да, но как бы там ни было, вот Павел, видна его искренность, его сердце, вот он говорит, как есть, что действительно, спаситель воскрес, что ученики его, те, которые ходили с ним, они увидели его живым, да, и что вот это воскресение было уже обетованного, и, да, значит, ты сын мой, я ныне родил тебя, сказано во втором салме, а что воскресил я его из мертвых, да, вот это первый цитат, о чем она, о том, что Иисус воскресший, он сын Божий, что Бог, это не одинокое лицо, а Бог, я все-таки троица, и у Отца есть сын Божий, а что воскресил я его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а всем сказал так, я даю вам милости, обещанные Давиду, верно, посему и в другом месте, говорит, не дашь святому твоему увидеть тление, потому что все, кого хоронят, их, они предаются тлению, даже если сохраняются, конечно, ну, нетленные мощи, все равно, некая степень тления, да, мы понимаем, что она в какой-то мере отражается, то есть, потому что живое тело или почившее тело, даже если оно нетленное, все равно, все-таки, это отличные друг от друга тела, и некая форма тления, она касается всякого умершего, а тут сказано, не дашь святому твоему, с большой буквы, святому твоему, Иисус Христос, он единственный, подлинно святой, да, все остальные приобщаются к святости Христовой, не дашь святому твоему увидеть тление, и Павел прямо говорит, Давид в свое время, послужив извалению Божию, почил и приложился, приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление, потому что действительно, да, вот гробница-то, Давида, она сохраняется по преданию, и сейчас вот это место указывается, где, как считается, в Иудее, вот там покоятся, покоятся кости царя Давида, а гроб Христа сохраняется, но он пуст, ибо там нет мертвого тела, ибо Спаситель воскрес. Об этом благовестует Павел, ибо он не увидел тление, тот, которого Бог воскресил, не увидел тление, потому что, в отличие от всех других чудес воскресения, воскрешения, да, вот в Ветхом Завете было три чуда воскрешения, сам Спаситель трижды воскресил во время своей земной жизни, потом, после Креста и Воскресения, еще три чуда воскресения, и всего девять, а десятый, как бы, отдельно от этого, это чудо воскресения самого Иисуса Христа, Спаситель воскрес так, что он уже, в принципе, не умрет. Все воскрешенные, которые тогда воскресали, они прожили какой-то путь, прошли земной путь, прожили сколько-то лет, и тоже умерли до всеобщего воскресения, а вот Христос, будучи воскрешен Отцом и Сам воскреснув Своей божественной силой, Он воскрес так, что уже не умрет, Он живет, и Он на небесах и видит нас оттуда. И тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, ради Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законам Моисеевым, оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий. Действительно, кровью Христовую, пролитую за грехи всего мира, оправдается любой человек через свое искреннее покаяние, приобщаясь к жертве Христовой и воскресению Господа. Это все так. «Берегитесь же», продолжает апостол Павел, «чтобы не пришло на вас сказанное у пророков». И тут в каком-то смысле Павел, цитируя сказанное у пророков, действительно излагает то, что и произойдет. И то, что происходило фактически каждый раз, когда иудеи слушали его. А что же было сказано у пророков? «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезнете, ибо я делаю дело в одни ваши, дело которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». И, в общем-то, действительно, Павел рассказывает, а они не поверили. И подивились, и потом вот исчезли, потому что были презрителями. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили говорить о том же в следующую субботу». И вот какая интересная тут черта, что они же проповедовали прежде всего кому, обращаясь к иудеям, а просят их, кто не иудеи просит, а просят именно язычники, но имеется в виду либо празелиты, обратившиеся из язычников, ну, скорее всего, да, уже не те, которые хотели принять иудаизм, а уже обратившиеся. И вот они-то просят, вот, пожалуйста, говорите нам о том же в следующий раз, потому что у новообращенных вот этих, у них души такие любознательно открытые, и им недостаточно было Ветхого Завета, да, вот они хотели узнать еще что-то новое. Итак, значит, дальше читаем. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые беседовали с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». То есть все-таки кто-то из иудеев последовал и слушал. А дальше, значит, проходит Седмица. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие». То есть за эти дни весть об этой необычной проповеди распространилась по всему городу, поэтому все начинают стекаться, они знают, что в субботу опять придут проповедовать Павел и Варнавы, и вот все собираются, почти весь город. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Вот тут прорывается подлинное отношение иудеев к апостольской проповеди, они всячески начинают уже противоречить, сопротивляться им, им завидно, что город весь собрался слушать, их-то никто не слушал, а Павла апостола слушает. «Тогда Павел и Варнавы с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, то есть тебя, то есть Бог Отец положил во свет язычникам сына своего, чтобы ты был во спасение до края земли». Такие чудные слова, это из пророка Аввакума, да, и в общем-то это как тоже некий такой литмотив всей дальнейшей проповеди апостола Павла, что язычники будут принимать его, а иудеи не будут, причем вначале то он иудеям проповедует, и уже здесь читаем, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, «и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». Язычники радуются, но тут интересно вот это выражение, «уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». Наш такой рассудочный, рациональный ум тут же начинает что думать, что ну вот получается, что они были предоставлены заранее, поэтому они уверовали, обратились, а если кого-то Бог не предоставил к вечной жизни, то вот он и не обратился, то есть есть некое предопределение, за что же их винить, но дело в том, что это наше такое рассудочное, то есть неполное видение, а надо понять, что ведь Господь своим всеведением пронизывает абсолютно весь мир, да, и человек сотворен по образу Божию, то есть со свободной волей, вот Господь абсолютно свободен, да, он волен что-то сотворить, явить себе как-то, или не явить в жизни людей, и человек, он тоже со свободной волей по образу Божия будучи, поэтому может так или вот сяк поступить, а ну Господь это все видит и уже видит тех, которые откликнутся и следуют за Господом, и в общем-то Лука, евангелист, он здесь как бы прямо пишет, что ну вот они обратились, собственно говоря, они и были предоставлены к вечной жизни, конечно, Господь всех призывает к этому, да, и каждый сотворенный человек, он пришел в этот мир для того, чтобы стать чадом вечного рая, и обитель райская, она приготовлена уже для каждого новорожденного младенца, но наша воля, как вот она себя поведет в той или иной ситуации, мы сами не можем измерить, как бы вот свой дальнейший путь, куда мы в конечном итоге попадем, спасемся мы или погибнем, но как бы там ни было, однозначно можно сказать, что те, которые приняли Господа всем сердцем, уж те точно предоставлены к вечной жизни, да, тут уж противоречия точно никакого нет, и слово Господне распространялось по всей стране, по всей той окрестности, но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонение на Павла и Варнава. Тоже тут интересное такое указание, что иудеи, вот те позавидовавшие, в общем, выступившие против, они стали подстрекать набожных и почетных женщин. О чем тут речь идет, что о неком коварстве и лукавстве иудеев, что вот были набожные женщины, которые всегда вели себя благочестиво, но они иудейки, да, никакого распутства у них за ними не было замечено, они пользовались авторитетом в глазах общественности, и поэтому они влияли на эту общественность, и они, вот эти именно женщины, которые почетные, пользуются почетами, внешне набожные, внешне в законе иудейском набожные, они вдруг выступают против христиан, первых проповедников, апостолов, и таким образом как бы тоже общественные мнения пытаются склонить против них, и действительно воздвигли гонения на Павла и Варнаву, мы понимаем, что все очень было сложно, не так просто было проповедовать, и в итоге, что и изгнали их из своих пределов, казалось, тут уже все, да, и, ну, в общем, действительно, в тот момент, и что уж думал сам Павел и Варнава, трудно сказать, но мы видим, что, конечно, они были огорчены, они же, отрязшие на них праг от ног своих пошли в иконею, то есть, отряхнули праг, праг от ног своих, как спаситель, в общем-то, говорил, что если не будут принимать, то отрясите праг, что, ну, в том смысле, что нам вообще ничего не надо от вас, там, ни денег, ни, там, какого-то содержания, ни хлеба, ни пропитания, и вообще даже праг, который прилип к нашим ногам, нам не нужен, мы несли вам слово жизни, а вы не захотели, и пошли они в иконею, а ученики исполнялись радости и Духа Святого, то есть, все-таки, некоторые ученики их остались тут, первые христиане, которые исполнялись радости от благовестия и приобщались Духу Святому. Вот, братья и сестры, на этом мы завершаем чтение 13 главы, да, вот мы только-только начали с вами изучать миссионерские путешествия апостола Павла, видим, насколько все было непросто, но, тем не менее, через эти скорби вел их Дух Святой и он их никогда не оставит. Всего вам доброго, братья и сестры, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова